Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данное видео постановка, а все участники актёры. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. Хочу обратиться ко всяким там службам Украины, СБУ и не только. Я не сепар, за ДНР я не воевал, за ЛНР тоже, за Новороссию тоже. И вообще я за Украину, Крым это Украина, меня в миротворец вносить не надо. Да ладно, я сам из Донецка. Я сам из Донецка. А, ну туда извини, я думал, что такой прожженый хохоу. В смысле? В смысле? Ну в смысле, за ПДН есть какой-нибудь, нет? Так вот это я с ДНР. Да, вот это я с ДНР. Все, тогда наш, наш брат. Так и когда вы присоедините нас к себе? Да, мы присоедините нас к себе. Ой, бля, будем, будем стараться. В смысле стараться? Вы нам обещали 4 года и вот это мы до сих пор ждем. Да, вот это мы до сих пор ждем. Это кто вам пообещал такое? Это иллюзия? Путин, тоже Гиркин вроде бы об этом говорил. Ну а что, совсем тяжело? Да капец, работа, зарплата максимумом 15 тысяч. Бизнес весь, вот у меня у родственников был бизнес в Донецке еще, когда Украина была. И все нормально было. А сейчас вот это отжали. Ну еще в 2014 году, под конец отжали. Уже ближе к 2015. У них был ресторан в Донецке, именно в городе Донецке. И отжали. Ну не знаю, как наш президент нам говорит. Парни, держитесь. Так это, ты знаешь, что вот эта хонта тут творит? Они посылают своих, вот это партизанов, и они сейчас тут подрывают нам экономику. Знаете ли, у меня тут есть еще один канал, называется «Как заработать в интернете». Было бы неплохо, если бы вы на него подписались, тем самым поддержав его. Информация все будет подробной в описании. На нем я рассказываю про всевозможные способы заработка, про сайты, на которых можно заработать, про раскрутку в соцсетях и так далее. Ну понятно, понятно. Так-то вы, парень, держитесь. Блядь, вот все это самое. Все уже, как бы... А может, есть вопросы, тут очень много еще интересного происходит у нас. Что интересного происходит у нас? Воюете? Ну, типа перемирие, но как, знаешь, конфликты, вот это бывает, конечно. Ну, знаешь, конфликты, вот это не бывает, конечно. Ну, знаю, только что чуть-чуть. Вот так. Что? Что? Держитесь, говорю, держитесь. Так это у меня брат воюет за Украину. А, брат за Украину? Да, а я за ДНР. Да, а я за ДНР. Ну, не знаю, есть у нас бывший основной военный, с ним поговори. Я этот, я воевал в Мотороле в Спарте. Да ты что? Ну, батальон Спарта. Ну, батальон Спарта. Ты же знаешь, что вот это натворили с Моторолой? Взяли, короче, и вот эта хунта, ну, я так думаю, что взорвали его в лифте. Это хунта, ну, я так думаю, что взорвали его в лифте. Ну, я сейчас я найду нашивку, даже у меня есть. Ну, я как, уже не воюю, уже полтора года не воюю. Но воевал два года назад в Спарте, честно. А не, я не смогу найти, она в другой комнате, я не буду ходить. Ну, в общем, есть. А у меня брат в Азове воюет. А у меня брат в Азове воюет. В Азове? Ну, вот гандон, блядь. Ну, ты вот это не оскорблял, он не прав, но взяскать, блядь. Ну, как? Ну, знаешь, тут у каждого своя правда есть. Ну, не знаю, какая правда, блядь. Ну, мне кажется, все равно вы на это, ну, как, так сказать-то, блядь, в нужном управлении движетесь. Ну, я бы не сказал, вот недавно пару сел у нас, вот это хунта отжало. Вот это хунта отжало. Ты же знаешь, вот это Азов. Я уже с братом четыре года не общаюсь. Но я вот так следил, ну, и там, короче, Азов, у них и лагерь детский есть, и мероприятия не проводят, их спонсируют, кто только не спонсируют. Они постоянно расширяются, еще больше и больше туда людей приходят, даже из других стран Азов. Да, людей приходят, даже из других стран Азов. Максимум, что я для тебя могу сделать, это Берцы тебе вышло. Берцы? Берцы? Да. Така у нас своих хватает. Така у нас своих хватает. Да. У нас же, когда вот это отжимали бизнесу некоторые, то там Берцы, ну, не Берцы, а в общем магазин с обувью тактической. Вот это, ну, военторг, вот там Берцев вот так. А жрать нечего, будем жарить Берцы. Ну, а кстати, вот что, если честно, правда сказать, при Украине было лучше, лучше бы мы такую хуйню не творили, лучше бы остались в Украине, я так думаю. Лучше бы остались в Украине, я так думаю. Ну, вот это Бандеровцы, у меня вот это брат Бандеровец, он тоже за Бандерой воевал, а я за русских. Короче, здесь сейчас не угадается, но мне кажется, если Бандера придет, ну, Бандеровцы придут, блядь, они вам просто жизнь не рвут. Ну, вот в Харькове, там же же людей не трогают. Ну, они же считают себя суперсиловеками, а остальные для них это. Так как, вот в Харькове же тоже есть харьковские Бандеровцы. Там и Петлюровцы ходят, и Махновцы какие-то там, но тоже страшные дела. Вот это в Украине сейчас куча вот это фашисты, нацисты, у них там Си-14, Азов, правый сектор до сих пор есть тоже ходят. И еще новые какие-то организации собираются создавать там. Свобода есть тоже организация такая. Нас дружины, козачи дружины есть. Козачи дружины есть. Блядь, 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 Сука.